Церемония открытия муниципального центра военно-патриотического воспитания «Молодая гвардия» прошла на базе Каспийской кадетской морской школы-интерната, посвященная Героям Отечества. Его цель направлена на вовлечение граждан в систему патриотического воспитания и информирование населения о возможностях самореализации молодежи в России. Сегодня особенный день не только для нашей школы, но и для всего Каспийска. Ведь уже совсем скоро на базе нашей школы распахнет двери муниципальный центр военно-патриотической направленности «Молодая гвардия». Уверены, что он станет местом притяжения для молодежи. Посетили знаковые события для города глава Каспийска Борис Гонцов, заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева, военный комиссар Марат Пашаев, начальник управления образования Лариса Абрамова, представители службы пограничного управления ФСБ и многие другие. Мы сейчас хотим, конечно, на базе вашей школы сделать и охватить ребят из других школ, чтобы вот эти азы военно-патриотического воспитания, наряду с тем, что у вас проводятся уроки военно-морского дела, и у вас нарастить занятия по общевойсковой подготовке, которое также необходимо вам, будущим защитникам Отечества, вам, будущим защитникам нашей славной Родины. Поэтому давайте нести знамя кадетов, знамя учеников патриота города Каспийска высоко и с честью. С приветственным словом выступил также директор КМШИ Амар Амаров. Он отметил, что Центр будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с военным комиссариатом, управлением культуры и другими организациями военно-патриотической направленности. Центр тот, который будет взаимодействовать в работе, в первую очередь, с администрацией, управлением образованием, военкоматом нашим, конечно, и с пограничным управлением и флотилией. Мне очень приятно, что именно Центр открывается в этой школе. Потому что вам довели такую большую Центр, но я думаю, что мы не подведем, мы будем работать полной отдачей. Я хочу вас поблагодарить, что вы пришли сегодня на открытие этого Центра. Вам всем спасибо. А вам, ребята, хорошей учебы. Началось торжественное открытие с театрального представления, в котором воспитанники и преподавательский состав рассказали историю Дня Героев Отечества. Своё начало он берёт в 18 веке, когда императрица Екатерина II учредила императорский военный орден Великомученика и Победоносца Георгия – высшую награду в Российской империи. Россия – великая держава. Много в ней достойных мужей. И посему утверждаю орден – невысокая порода. Ни раны, полученные перед неприятелем, не дают права носить сей орден. Но достоин его тот, кто достойно выполнял свои указания, достойно выполнял всё, что ему велено было. Присутствующие также вспомнили подвиги Александра Невского, Кузьмы Менина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Магомета Гаджиева и многих других. И вот наступил долгожданный момент открытия патриотического центра, которое началось выступление знаменной группы, мастер-классов по военному делу и традиционного перерезания ленты. Далее гости подробно ознакомились с деятельностью молодой гвардии. Каждый обучающийся имеет право выбирать количество образовательных событий центра, в которых он принимает участие. Самая главная задача нашего центра – воспитание любви и уважения к родному краю, его истории, его людям. Отметим, что уже в январе в центре планируется провести конференцию для преподавателей по военно-патриотическому воспитанию, а в феврале – военно-патриотическую игру «Годинг строевой».